Завтра жители Алтайского края отметят православный праздник – Крещение. 19 января принято ходить в храм и окунаться в прорубь. 18 января наступает крещенский сочельник. Он длится до появления на небе первой утренней звезды. Само Крещение приходится на 19 января. Согласно тексту Евангелия, Иисус пришел к Иоанну Крестителю и попросил провести священный обряд. Крещение было сопряжено с погружением в воды реки Иордан. Оно символизировало покаяние и очищение от грехов. Всегда церковь настраивала, прежде всего, людей воспринимать этот праздник духовно. Прежде всего, духовно. И что вот эти вот купания – это не секрет сейчас, потому что люди все образованы, информации много. Вы можете посмотреть, что часто они приводят их к трагедиям, когда люди умирают, гибнут во время вот этих купаний. Поэтому, если человек идет на это, так сказать, считает это какой-то для себя традицией, то, конечно, он должен понимать, что, по большому счету, религиозного смысла в этом купании никакого нет. Это просто дань каким-то традиционным его представлением. Если системное моржевание способствует оздоровлению, то погружение в прорубь один раз в году – сильнейший стресс для организма. В первую очередь, в холодную воду нельзя погружаться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с хроническими воспалительными процессами и заболеваниями мочеполовой сферы. Также врачи строго не рекомендуют употреблять алкоголь перед купанием. Алкоголь вызывает значимое повышение активности центральной нервной системы и повышение частоты сердечных сокращений. То есть сердце начинает сокращаться более часто, интенсивнее. Это приводит к повышению уровня артериального давления и то, что за ним стоит. В этом году купели традиционно сделали на озере Пионерское возле Борзовой заимки и в районе набережной Аби, бывшего речного вокзала Барнаула. Там уже обустроили крещенский городок с часовней и иорданью. Рабочие традиционно строят часовню из снега, а сотрудники МЧС измеряют толщину льда. Возле каждой официальной купели будут дежурить медики, спасатели и полиция. Специалисты просят жителей совершать обряд омовения только в специально оборудованных купелях, оснащенных деревянным коробом и поручнями. На сегодняшний день толщина льда составляет 55 сантиметров. То есть единомоментно на данную площадку сможет выходить до 70 человек. Просьба ко всем отдыхающим прислушиваться к тем требованиям и рекомендациям, которые выдвигает как Министерство здравоохранения, так и представители Русской Православной Церкви.